25 декабря в поселке Передуй полностью сгорел многоквартирный дом. 12 семей остались без крыши над головой. К счастью, никто не погиб. По словам главы поселка, пострадавшим, предоставлено временное жилье и выплачены компенсации из бюджета. 1 января в поселке Передуй выгорел подъезд многоквартирного дома. Погиб один мужчина. Еще один пострадал. Причина – неисправная электропроводка. Двумя днями позже загорелся частный дом в поселке Витим. Погибла супружеская пара. 12 января при возгорании частного дома погиб еще один Витимец. Здесь причинами стала неправильная эксплуатация печного отопления. Заместитель главы поселка рассказал о том, что в тех районах, где произошел пожар, отсутствовала система водоснабжения. Воду приходилось подвозить. Также Алена Васильева добавила, что из шести существующих поселок и гидрантов работает только один. Замглав поселка отметил, что в этом году выделено 460 тысяч рублей на программу ГО и ЧАЭС. На 2019 год были предусмотрены денежные средства на устройство автоматических дымовых пожарных сигнализаций для установки их у пенсионеров неблагополучных, проживающих в отдаленной вещи печной отопления. Также Алена Васильева добавила, что сегодня ведутся постоянные рейды по частному сектору с печным отоплением. Проводятся беседы по соблюдению правил пожарной безопасности. Жумар Табелеманов отметил, что пожарная безопасность сегодня превыше всего, поэтому решено из бюджета района выделить на эти цели финансирование. Также глава района добавил, что поднимет на уровне правительства вопрос строительства поселки Беледой пожарного депо. В ходе совещания глава района потребовал от глав поселений всегда быть на связи. Также в ходе совещания каждый из глав рассказал о том, какие меры они принимают по соблюдению правил пожарной безопасности. Так, в Ньюисском наследии закуплено три больших порошковых огнетушителя. В Трукте приобретена новая водовозка со специальным насосом для тушения пожара. Ленск ведет установку противопожарных датчиков. Сотрудники МЧС в завершении совещания потребовали от глав проводить еще большую информированность среди населения. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.